Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями среды и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. Сельское хозяйство в приоритете. Полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич провел в Чебоксарах окружное совещание, посвященное весеннеполевым работам. Активное и энергичное. В столице Чувашии объявлен набор в молодежное правительство. Ребятам о зверятах. В чебоксарской квартире живет целый зоопарк. Сегодня полномочный представитель президента России в Приворском федеральном округе Михаил Бабич провел в Чебоксарах окружное совещание по подготовке регионов к весеннеполевым работам. В отличие от других отраслей, для сельского хозяйства страны наступили относительно благополучные времена. Политика санкций и контрсакции освободила торговые ниши для отечественных товаров на российском рынке. Бюджет развития агропромышленного комплекса на 2016 год значительно вырос. Он составляет 237 миллиардов рублей. Продвижение началось еще в прошлом году. По итогам 2015 года, что российское хозяйство демонстрирует устойчивый рост. И, собственно, самое отрадное для нас, мы видим, что целый ряд предприятий, хозяйств сегодня активно наращивает свои обороты. Даже в непростых экономических условиях инвестирует в модернизацию своих производственных мощностей и заполняет ту нишу, которая раньше была занята импортными продуктами. В округе в 2015 году выросло производство яиц и молока, мяса скота и птицы. У нас в основном средний класс и плюс малые формы хозяйствования. За последние годы было привлечено 26 миллиардов льготных субсидируемых кредитов, улучшилась культура производства, произошла механизация ручного труда. Но есть и проблемы. Особая озабоченность вызывает низкий сбор зерновых культур и снижение поголовья крупного рогатого скота. В ходе совещания был проведен анализ болевых точек и намечены пути решения. Глава Чувашии попросил при распределении субсидий этого года учитывать специфику регионов, чтобы хозяйство республики смогли вовремя получить финансовую поддержку из Москвы. Татьяна Молкова, Ольга Пырочкина, Андрей Спирдонов, Республика. Более подробно о совещании, которое прошло в Думе правительства, мы расскажем в нашем завтрашнем выпуске. А сегодня участники окружного совещания побывали на одном из предприятий, перерабатывающей промышленности нашей республики. Сохранить экономический рост в сельскохозяйственной отрасли задача непростая, считают участники совещания. Но вполне достижимая, если взять курс на импортозамещение. Ведь не зря в народе говорят, спрос рождает предложение. А потребность в отечественных продуктов сейчас весьма большая. В Чувашии индекс производства составил примерно 108%, а доля сельского хозяйца в региональном продукте более 8%, тогда как в среднем по России 4%. Государственная поддержка аграриев – вот основная тема всех встреч и переговоров. В 2016 году государственная поддержка сельского хозяйства не уменьшится. Останется на уровне прошлого года, несмотря на жесткие бюджетные ограничения, которые мы переживаем в стране. Это одна из немногих отраслей, где государственная поддержка из федерального бюджета сохранилась. Это еще раз подчеркивает приоритетное значение сельского хозяйства для нашей экономики. В среднем по стране рентабельность с учетом субсидий на уровне 18,9%. Это выше, чем в 2014 году. В Чувашской республике средняя рентабельность тоже примерно на уровне 18%. То есть аграрии сработали хорошо. Специалисты считают, что в условиях непростой экономической ситуации первостепенное значение может играть механизм приобретения сельскохозяйственной техники в лизинг. Не каждый сельхозтоваропроизводитель может сейчас позволить себе купить дорогостоящее оборудование. Россельмаш, Агромаш, Евротехник – полпоставщиков компании «Росагролизинг» внушительный. Ранее в их числе была и наша фирма «Чувашагролизинг». И сейчас ведутся переговоры о возобновлении сотрудничества. Мы готовы работать с абсолютно любыми партнерами, которые соответствуют нашим условиям. В частности, у нас есть напрямую обращение от сельхозных товаропроизводителей на получение техники в лизинг. Условия сотрудничества никак не поменялись. Мы на протяжении длительного периода времени не увеличиваем процентную ставку. А аванс и срок договора, если мы говорим о федеральной программе, он устанавливается исключительно из финансовых возможностей хозяйства. Такие механизмы поддержки, как субсидии и лизинг, уже прошли проверку временем. Доверие к ним у сельчан полное. Бульдозеры, тракторы, комбайны, коммунальная техника. Концерн «Тракторные заводы» уже не один десяток лет. В 2015 году отмечали 40-летие со дня выпуска первого трактора. Специализируются на создании промышленной, сельскохозяйственной и уборочной техники. Кризис существенно пошатнул работу промышленного предприятия. Высокая закредитованность, снижение уровня спроса не позволяет предприятию выйти на былой уровень производства. Возможные варианты выхода из кризиса сегодня обсудила рабочая группа во главе с полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем. Предприятие имеет стратегическое значение для республики, отметил Михаил Бабич. Каждый восьмой работающий в крупных и средних обрабатывающих организациях региона трудится на площадках концерна. Объем отгруженной продукции за прошлый год снизился в два раза. Существует угроза сокращения людей. Объем кредиторской задолженности составляет около 83 миллиардов рублей. Стабилизация ситуации на концерне – вопрос первостепенной важности. С одной стороны, та долговая нагрузка, которая сложилась, и взаимоотношения с кредиторами в значительной степени были урегулированы. Найдено решение по реструктуризации этой задолженности, но, тем не менее, на сегодняшний день это решение пока не реализовано по различным причинам. Президенту Российской Федерации дано очень жесткое поручение в этой части найти необходимые решения финансовые, управленческие, нормативные для того, чтобы предприятие начало работать. В качестве предложений специалисты рассматривают открытие новых кредитных линий, активную реализацию непрофильных активов. Михаил Бабич подчеркнул, что готов оказать поддержку в решении самых острых вопросов. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика. Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» публиковала очередной экологический рейтинг субъектов Российской Федерации по итогам 2015 года. Чувашская республика заняла восьмое место. При составлении рейтинга учитывались аварийные ситуации, связанные с выбросами загрязняющих веществ, качество очистки сточных вод, модернизация очистных сооружений. Такой независимый рейтинг составляется с 2007 года ежеквартально. Приглашаем на работу министров. В столице республики объявлен конкурс на сыскание постов в молодежном правительстве Чебоксар. Аналогичная структура молодежного правительства Чувашии успешно действует не первый год. Практика показывает, тесное сотрудничество руководства республики с молодыми политиками приносит плоды. В администрации Чебоксар приняли решение о создании подобного органа на уровне города. Хочется, чтобы сегодня молодежь знала, какие направления приоритетны. Это патриотическое воспитание в первую очередь, это и развитие студенческого самоправления, это и межнациональные, межрелигиозные какие-то взаимоотношения. Сегодня тоже очень тема актуальна в современных реалиях. Поэтому ребята будут развивать эти направления, реализовывать те проекты, которые в том числе будут сами инициировать. Ну и для нас, наверное, самая главная задача, которую мы ставим перед собой, это подготовка уже сегодня коалифицированных кадров для работы в органах как местного самоправления, так и органов государственной власти. Условия конкурса можно узнать на сайте администрации города Чебоксары. Прием документов продолжится до 1 марта. В Чувашии по-прежнему сбывают фальшивые деньги. В Канашейново-Чебоксарске полицейские задержали двоих подозреваемых. Они расплачивались фальшивками в магазинах. Подробнее в материале наших коллег из пресс-службы МВД. В течение дня фальшивые купюры были обнаружены сразу в нескольких торговых точках Канаша. Стало ясно, что в городе кто-то целенаправленно сбивает подделки. Эта информация была передана всем наружным нарядам полиции. Также были ориентированы и работники магазинов. В результате через некоторое время была задержана гражданка одной из ближайших областей 72-го года рождения при попытке сбыта пятитысячной денежной купюры. При осмотре вещей автомобиля подозреваемой были обнаружены еще 28 купюр с признаками подделки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина, подозреваемый в сбыте фальшивых денег, был задержан и в Научебоксарске. В ходе осмотра вещей, которого было изъято 89 поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей, также в ходе проведения дополнительных мероприятий, была установлена его причастность к сбыту одной поддельной денежной купюры в одной из торговых организаций города Научебоксарска. Экспертиза показала, изъятые у него 90 купюр достоинством 5000 рублей оказались фальшивыми. Сейчас полицейские устанавливают личность мужчины. Если вы располагаете какой-либо информацией о нем, просим обратиться в полицию по телефону 620591 или 241165. 20 февраля в Научебоксарске около половины пятого вечера на улице Винокурово двое молодых людей избили горожанина, отобрали у него деньги и скрылись. Полицейские просят всех, кто располагает информацию о происшествии, позвонить по телефону 738002 или 242102. Контактные зоопарки, в которых можно погладить и покормить животных, становятся все более популярными. Но иногда и обычная квартира может быть похожа на зверинец. Наша съемочная группа побывала в гостях у семьи Куликовых и познакомилась с их экзотическими питомцами. Это мой кролик, его зовут Скаль. Он не кусается, можно его погладить. Первоклассница Камила с удовольствием демонстрирует друзьям своих питомцев. В этой квартире живут собака, кошка, кролик, чилийская белочка и енот-полоскун. Красавчику Амуру 5 месяцев. Большую часть дня он проводит в клетке. Но когда семья собирается вместе, енота выпускают погулять. И дома начинается веселье. Ведь енот очень активное, энергичное и любопытное животное. Он любит играть. Иногда пытается вытащить что-то откуда-то. Иногда пытается обнять. Иногда пытается пробраться куда-нибудь. Кормит енота кормом для собак или кошек. Также в рационе обязательно должны быть мясо и фрукты. Амурчик очень любит бананы и виноград. Пока мы с мамой смотрели телевизор, енот вылез из клетки и побежал на кухню, где стояла тарелка с виноградом. Он ее стащил и побежал к себе в клетку. Вот так. Еще одна страсть енота – вода. В природе эти звери часами отмывают в воде свою добычу, купают детей. В домашних условиях зверьки тоже полощат свой корм. Да и вообще все, что найдут. В тазике с водой оказалась и наша камера. Зверек в доме – это не только интересно, но и полезно. Ребенок с ним познает мир, учится доброте, заботе. Единственное, нужно помнить, что енот – хищник и может укусить даже своего друга. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Анжелика Сидорова стала чемпионкой России в прыжках в шестом, взяв высоту 4,70. Этот результат она показала на чемпионате России по легкой атлетике. В ранге победительницы турнира Анжелика попросила установить планку на 4,80, но не справилась с этой высотой. И в развитии темы. Национальное телевидение Чувашии начинает цикл программ, посвященных молодым и подающим надежды спортсменам. Первый выпуск смотрите сегодня в 21 час. Речь в нем пойдет о фигурном катании и хоккее. В Чувашии сейчас играют в хоккей все от мала до велика. В прошедшие выходные на лед Чебоксары-арена вышли объединенная команда органов государственной власти и администрации столицы. Праздничные выходные органы власти и столичная администрация решили провести с клюшкой в руках и показать свою физическую подготовку. Красные и синие, а именно в такие цвета поделились объединенная команда кабинета министров, госсовета, администрации главы республики и команда администрации города Чебоксары. В товарищеской встрече все настроены только на победу. Команда боевая, но игра сложная. Их много людей, молодые люди. Ребята хорошо бегают сильно. Не успеваем пока вот никак. Сейчас перестроимся и постараемся выиграть. Просто мы друг друга проверяем и надеемся только на лучший исход для обеих команд. Победит дружба. Поистине мужской вид спорта набирает популярность не только у юных спортсменов Чувашии, но и у взрослых. Ну а командная игра закаляет характер и силу воли. Это важное мероприятие, которое нам помогает соревноваться в спорте. Они помогают сплачиваться, друг друга узнавать, правильно конкурировать, соперничать, которые потом складываются в наши трудовые успехи. Три периода по 15 минут. В товарищеской встрече сильнее оказались сотрудники администрации города Чбоксары. Игра завершилась со счетом 4-6. Секрет команды-победительницы – насыщенные тренировки и здоровый образ жизни. Мы стараемся два раза в неделю заниматься на коньках, играем в хоккей, но еще раз занимаемся либо лыжами, либо плаванием, либо в тренажерном зале. Три раза в неделю занятия спортом обязательны для сотрудников администрации города. Анастасия Лангина, Сергей Рябчиков, Республика. Ростелеком поздравил жителей Республики с Днем Защитника Отечества. Компания приготовила необычный интерактив и сюрпризы для любителей игры World of Tanks. Репортаж об этом событии, а также о том, какие услуги предлагает частная клиника «Медик», смотрите далее. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Посетителей встретила развлекательная программа с веселыми конкурсами и сувенирами. Гости праздника участвовали в тематической фотосессии от Ростелекома, а профессиональный фотограф запечатлен на фоне баннера компании «Всех желающих». В сообществе «Ростелекомфилиал» в Чувашской Республике стартует голосование за самый интересный снимок. Победитель, чье фото наберет наибольшее количество положительных комментариев, получит приз. Самые смелые желающие посоревновались в сражениях на радиоуправляемых танках. Среди подключившихся на тарифный план игровой от Ростелекома разыгран набор «Танковое сражение». В него вошли два радиоуправляемых танка «Тигр» и «И» с времен Великой Отечественной войны. Бонус для поклонников World of Tanks — эксклюзивный советский тяжелый танк КВ-220 и полторы тысячи игрового золота. Победитель соревнований Сергей пользуется услугами «Ростелекома». «Ростелекомом пользуюсь уже лет пять. Очень рад, что выиграл. Не надеялся. Первый раз участвовал и повезло». World of Tanks — игра для настоящих мужчин. Но для нее есть самое главное требование, с которым «Ростелекомф» справляется успешно. Чтоб интернет не подводил. «Ростелеком» запустил специальный тариф игровой с подпиской на премиум-контент World of Tanks. Игровые опции в рамках этого тарифа эксклюзивны и разработаны специально для абонентов домашнего интернета от «Ростелекома». Тариф «Ростелекомф» рассчитан на любителей популярной игры в танки World of Tanks. Он дает нашим клиентам уникальное преимущество перед другими. Это виртуальный танк, которого нет больше ни у кого, только у тех, кто подключился на тариф игровой. А также ряд преимуществ. Это сот в ангаре, навык боевого братства и 100% прокаченный экипаж. Узнать подробности о тарифе игровой и способах его подключения можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» на сайте www.rt.ru. По бесплатному телефону 8 800 100 0800. All-inclusive или «Все включено» – так можно охарактеризовать услуги клиники «Медик». Кардиолог, гинеколог, уролог, невролог, проктолог, гастроэнтеролог. А всего более 40 квалифицированных специалистов будут рады помочь каждому обратившемуся. В клинике можно пройти полный комплекс медицинских услуг, начиная от профилактики и диагностики и заканчивая лечением и операциями. Клиника «Медик» оказывает и стоматологические услуги. А для юных посетителей работает специальное детское отделение с собственным входом. Здесь можно посетить педиатра, лора, сделать УЗИ, снять электрокардиограмму или посетить детского стоматолога. И все это без очередей, плача и истерик. Дети приходят в восторг от развлекательной комнаты, яркого оформления, большого количества игрушек и уже совсем не боятся людей в белых халатах. Наша клиника отличается тем, что здесь могут получить помощь люди любого возраста. Это и маленькие груднички, и новорожденные, и вплоть до пожилого возраста люди могут к нам подойти. При этом в клинике развиты все направления деятельности, начиная от профилактики, заканчивая непростыми оперативными вмешательствами. В рамках профилактики разработаны специальные программы. Они разработаны отдельно для мужчин и для женщин и по возрасту до 40 и старше 40 лет. Разработаны программы в зависимости от заболеваний, которые наиболее часто встречаются в данном возрасте. Клиника оснащена по последнему слову техники. Здесь стоит медицинское оборудование самого последнего поколения. Оно позволяет не просто поставить диагноз, но и провести эффективное лечение. Это, например, уникальное оборудование для офтальмологического кабинета, современная цифровая рентгенографическая система и 3D-ортопантомограф, а вгоняющие многих в ужас процедуры ФГДС здесь совершенно безобидно. В медике установлен ультратонкий эндоскоп, который почти не причиняет неудобств при осмотре. А точность его диагностики позволяет получать HD+, изображение желудочно-кишечного тракта, пищевода или прямой кишки. В клинике представлено самое современное оборудование, которое позволяет нашим врачам-специалистам проводить разный спектр хирургических операций. Это гинекологические операции, урологические, малые хирургические операции, практологические операции, современные операции при варикозном решении вен и пластические операции. Мы единственная клиника в городе Чебоксары, частная, которая проводит пластические операции. Также в нашей клинике имеется возможность проводить лечение терапевтических заболеваний. Это эндокринология, кардиология, неврология и терапевтические заболевания. Канаж, Шумерля, АллатРь, Цивильск, Марпасад, Новочебоксарск. Диагностику и лечение в клинике проходят жители всех уголков Чувашской республики. Ну а постоянная система скидок, акций и подарки приятно удивят пациентов клиники. Медик работает без выходных, без обедов и без очередей. Это особенно актуально для жителей районов нашей республики. Подробную информацию можно узнать на сайте клиники 3wmcmedic.ru. Записаться на прием можно по телефону 23 77 23. Не стоит откладывать заботу о своем здоровье. Редактор субтитров А.Семкин